Здравствуйте! Смотрите, дело в том, что партнер, особенно в отношениях таких достаточно ну, зависимых, негативных, является отражением другого человека и, по большому счету, выражает те потребности и те желания, которые есть у самого человека. Ревность со стороны вашего молодого человека никуда не денется, потому что это его проблемы, это его трудности, это его страхи. Но самое здесь главное в том, что у вас имеет место быть заниченная самооценка, вероятно, потребность в любви, вероятно, страх одиночества. Иначе бы эта вся ситуация не стала бы возможной для вас. Иначе бы вы никогда в жизни не позволили бы этой ситуации случиться. Это очень важно понимать, потому что, потому что дело здесь не в ревности, вы пытаетесь изменить молодого человека, но вы не видите, как при его давлении, вы отказываетесь, ну, все больше и больше отказываетесь от того, что вам важно, от того, что вам ценно, от того, что вам дорого и прочее, прочее, прочее. Я не знаю, вы не видите, наверное, как вы от всего этого отказываетесь. Это говорит о том, что вы все это не цените, это говорит о том, что вы не готовы за все это держаться, не готовы, не готовы все это отстаивать, вот. Что опять же свидетельствует о вашей самооценке, вот. Ну и о позиции жертву, конечно же, тоже, потому что вы пишете, что он не дает мне выйти из квартиры, ну, так тут, тут, как бы, не из квартиры выходить нужно, а тут отношения нужно заканчивать. И, в том числе, как бы, сила и сила, если человек не понимает по-хорошему, вот. Другой момент, что вы человеку почему-то отдали все пароли от своих страниц, пинкоры и прочее, то есть это тоже, как бы, нарушение личных границ, понимаете? Вы говорите ему о том, что вы спрашиваете, как объяснить, что есть личное пространство, но сами же себя личного пространства лишили, понимаете? Сами. Вы сами себя личного пространства лишили. Причем, как бы, и суд. И дело здесь не в том, чтобы что-то кому-то объяснять, а дело здесь в том, чтобы работать над собой. Дело здесь в том, чтобы повышать свою самооценку, работать с уверенностью в себе, с личными границами, вот. Ну и, конечно, тот факт, что вы теретесь, ну, тоже требует пристального внимания, потому что вы участвуете, вы участвуете в драгах, в драгах вы, вы, именно вы участвуете в драгах. Это, это, конечно же, тоже требует своего внимания. Вот, в принципе, и все. Отношения, которые завязаны на ревности, представляют из себя сетомизахистические отношения. То есть, эээ, такого рода взаимодействие, где один партнер является мазохистом, то есть, эээ, подсознательно стремится к негативному, жестокому, к себе отношению. Вот. А другой партнер страдает, что называется, эмоциональным голоданием. То есть, вот, ваш мужчина, например, просто не верит в то, что может быть любим, может быть ценен, может быть единственным. Он не верит в это, и никак вы ему не объясните. Вообще, эээ, если вы перечитаете, эээ, вот, свой текст, ну, текст, ээ, своего вопроса, то вы увидите, эээ, мягко говоря, эээ, не соответствие, эээ, вы увидите несоответствие, эээ, как бы вопросу, эээ, самая проблема. То есть, самая проблема, она не соответствует вопросу. То есть, при, эээ, при тех данных, которые вы, эээ, предоставили, ваш вопрос, он вообще не про это. Знаете? Вот. Потому что человек вас не услышит, не услышит просто. Ведь у него, как бы, вот, вы говорите, что вы зависимы от работы финансово, не только. Вы зависимы от финансово, от своей работы. Вы зависимы от молодого человека тоже, и он зависим от вас. Созависимость. Это созависимость. Почитайте про неё в интернете, про созависимость. А после уже можно будет, эээ, поработать, если вы, эээ, ну, если у вас будет такое желание. На этом всё. Я надеюсь, эээ, что помог вам, в принципе, по тексту. Я вот ваш текст, эээ, не, эээ, не буду читать. Вот. Но, в принципе, как бы, суть я, вроде бы, передал. Вот. Эээ, всего вам самого доброго, удачи. Надеюсь, что эта ситуация разрешится. Но, по опыту, я знаю, что без помощи специалиста, эээ, тут не обойтись. И, к сожалению, придётся менять очень, эээ, такие, вот, привычные модели поведения вам. Потому что то, как вы живёте сейчас, то, как вы выбираете партнёра, да, мужчину, эээ, к сожалению, для вас является деструктивным. Что ещё более важно, это то, что вы допускаете, эээ, как бы, вот, допускаете для себя возможность отказа от друзей, там, подруг и прочее, прочее. Что вы оправдываетесь, как бы, если вы оправдываетесь, значит, вы стыдитесь, значит, вы виноваты. А если вы виноваты, то молодой человек, конечно же, это чувствует. Всего вам самого доброго, удачи, я надеюсь, что ситуация разрешится и вы сможете найти из неё выход. Субтитры создавал DimaTorzok